Говорят, что лучший способ понять и познать Великую Россию – проехать по ее Золотому кольцу. Города Золотого кольца принадлежат к шести областям – Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской. В Золотое кольцо входят восемь основных городов – Сергеев, Посад, Переславль-Залезский, Ростов-Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир, где сохранились исторические архитектурные памятники Древней Руси. Позже в список включили еще несколько городов, но этот список так и не утвержден до сих пор и является спорным. Отправляться в экскурсионный тур по Золотому кольцу можно в любое время года – и зимой, и летом. Древние города не теряют своего очарования, а наоборот открываются с новой стороны, очаровывая и напитывая путешественников настоящим русским духом. Климат в городах Золотого кольца умеренно континентальный. Здесь жаркое лето и снежная с трескучими морозами зима. Перед тем, как планировать поездку, ознакомьтесь с подробным прогнозом погоды. Даже если во время вашего путешествия пойдет дождь, не расстраивайтесь. Вы обязательно увидите радугу над древними церквями, а это зрелище дорогого стоит. Если вы собирались в путешествие по Золотому кольцу России, то стоит уделить как минимум по два дня на знакомство с каждым из городов. Популярны автобусные туры по Золотому кольцу. Длительность у них разная, все зависит от ваших предпочтений. Можно ездить самостоятельно на машине, на поезде или на электричке. Золотое кольцо славится шедеврами народного искусства. В музеях многих городов собраны образцы старинных художественных промыслов. Резьба по дереву и кости, изделия искусных кружевниц и ювелиров, лаковая миниатюра, живопись по Ямале и многое другое. Само название «Золотое кольцо России» появилось в 1967 году с легкой руки журналиста Юрия Бычкова, написавшего серию статей о восьми российских городах с бесценным историческим и культурным наследием и открывшему туристам всего мира интереснейшие маршруты. По маршруту «Золотое кольцо России» вы сможете увидеть следующие достопримечательности. Троицко-Сергиевая лавра, являющаяся символом русского православия и давшая начало городу Сергия в посаду. В Переславле-Залесском вы увидите Спаско-Преображенский и Никитский соборы, Ботик Петра I и также загадочный синий камень на берегу озера. Визитной карточкой Ростова является Ростовский Кремль с его пятью храмами, Успенским собором и комплексом жилых построек, обнесенным мощными крепостными стенами. Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле был основан еще в XII веке и по сути также является Ярославским Кремлем, обнесен стенами и находится в центре города. Один из величайших шедевров православной культуры – Ипатьевский монастырь, основан в конце XIII века. Он располагается на месте впадения реки Костромы в Волгу. Именно здесь, в 1613 году, происходило избрание Михаила Романова на престол. Знакомиться со старинным Суздалем лучше начать с осмотра прекрасно сохранившегося здесь Кремля и его построек. И вот почему. Суздальский Кремль – древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю, начиная с Владимира Мономаха. Также в Суздале необходимо обратить свое внимание на Собор Рождества Пресвятой Погородицы. В Суздале много религиозных достопримечательностей, как Покровский и Спасо-Ефимиев монастырь. Но Покровский монастырь заслуживает того, чтобы его посетить. Обитель, возведенная в XIV веке, до сих пор хранит в себе много тайн и загадок. Начнем с того, что это был не обычный монастырь, а место для пожизненной ссылки для женщин из высшего общества. Во Владимире потрясают своей красотой золотые ворота и Соборная площадь, а также интересны музеи деревянного зодчества, музеи льна и бересты.